Ростелеком не зря имеет две части стенда. Они даже визуально, специально разделены и сделаны немножко в разном дизайне. Потому что здесь мы находимся в двух ипостасях. Мы для себя давно приняли стратегию быть сифровым партнером общества государства и бизнеса. И с точки зрения конкретно Финополис. Здесь мы видим как партнера, как государство в листе Минцифры Центрального банка с точки зрения развития инноваций в области финтеха и банковского сообщества. Потому что во многих проектах мы ведем с разными банками, разными ассоциациями. Исходя из этого, у нас два стенда. В одном банке являются нашими партнерами, помогают нам сделать наши сервисы лучше. Эта часть, которая у нас отведена умному дому, умному телевидению, где как раз мы показываем, каким образом такая вроде бы банальная вещь, хотя инновационная, как система быстрых платежей в режиме C2B, позволяет нам в Ростеркома сделать жизнь своих клиентов лучше. Потому что действительно есть много площадок, мест, где неудобно вводить данные карты, неудобно вводить оплату. Оплата – это важный фактор любой услуги. И как раз СЗП позволяет удобно оплатить фильм на телевизоре, не надо вводить с пульта данные карты. Позволяет очень легко и безопасно делать оплату на самом деле на сайте. И это действительно быстрее и удобнее, чем каждый раз вводить полные реквизиты карты. То есть мы видим, что здесь как раз банк, здесь мы работаем с ВТБ, который как раз помогает сделать жизнь наших клиентов чуть-чуть лучше. Да, это не очень много, но на самом деле из таких мелочей складывается общее клиентское восприятие. Вторая часть нашего стенда, она в все ровно обратной ситуации. Здесь, соответственно, Ростерком является партнером банком, где мы вместе с финансовым сообществом и лидирующим банками развиваем биометрическую систему, показываем много кейсов, как мы за год вместе с банками продвинулись. Помимо простой идентификации, у нас в том числе уже есть кейсы биоэквайринга, где мы совмещаем возможность единой биометрической системы сбора всех образцов с системой быстрых платежей и биоэквайрингом по лицу оплату. Не просто, как в рамках финтех-прототипа, как достаточно легко сделать в рамках отдельного конкретного устройства, а именно уже глобально, на всю страну, с помощью одной единой биометрической системы. То есть вот, в резюме, Ростерком, как технологическая компания видит себя партнером, но при этом в рамках своих продуктов, в том числе и банки, являются его партнерами. Это, соответственно, у нас такая двоякая роль на этом мероприятии. Ну, трендов много. Поэтому, наверное, в Ростерком, как и большая компания, мы работаем на большом количестве технологических и телекомендационных рынков России. Поэтому, наверное, вот наиболее релевантной конкретной финансовой индустрии это мероприятие. Мы, опять-таки, совместно с Центральным банком и Минцифрой активно работаем над цифровым профилем, про который несколько раз на конференции упоминалось. Мы искренне верим, что это очень важный кирпичик будущей цифровой России, на основе которых будут создаваться все более и более инновационные, быстрые и передовые сервисы. Как раз вот в конце года мы ожидаем техническую готовность и первые проекты пилотные пока подключения финтех и банков к этой истории. Поэтому для нас вот этот тренд, он становится основным. Мы считаем, что за этот год биометрическая система, в принципе, в том виде, в котором она предполагалась, она реализовалась. Понятно, что дальше она будет и дальше развиваться. Но вот новым треком для нас становится как раз такой цифровой профиль. Мы видим, опять-таки, длинный путь, когда общество должно создать для себя, что все-таки персональные данные, которые есть у клиента, это все-таки его данные, это и он дает доступ к данным, и он же может его забрать. Много таких нетехнологических изменений мы ждем вокруг этого. Это вот с точки зрения нашей роли, как вот, опять-таки, цифрового партнера общества государства и бизнеса. Если говорить более такие технологические тренды, с которыми мы просто работаем в рамках отдельных банков, то, наверное, самым значимым, это все-таки облака. Это построение cloud-native архитектур. Не секрет, что многие банки, да и финтех, на самом деле, организации, во многом основаны на лекосе архитектурах. Но если мы посмотрим мировой опыт, куда все идут, все-таки облака, кажется, больше и больше популярность. У нас уже идут первые проекты с банками, которые уже тоже начинают понимать, пока не готовы отдавать облака какие-то критические части инфраструктуры, но уже начинают создавать новые цифровые сервисы на полноценном облаке в cloud-native режиме, на облаках просто далеко. Вот облака мы видим очень существенный тренд, он не разобьется мгновенно, мы тоже это понимаем, но мы видим, что индустрии тоже начинают постепенно применять. Почему? Все очень просто. Все современные средства разработки, среды разработки, во многом, к сожалению, создаются на Западе, где облака распределены гораздо больше. И получается, что если вы обычные возможности современных средств разработки не используете, то вы вынуждены либо использовать предыдущие, более старые варианты, либо существенно терять в эффективности разработки. То есть как бы отставая от мирового паровоза, технического развития. В этом смысле это нас как бы вынуждает, нравится нам это или не нравится, но все-таки идут в сторону облаков. Ну вот, наверное, из ключевых, вот самых главных, наверное, есть.